поехали приветствую только сейчас вот хотел с тобой поговорить что было после того видео которое мы выложили тебе понравилось суть какая что вот это состояние о котором говорили то есть вот не сон но и уже трудно сказать что это как бы бодрствующее такое подвижное состояние очень облегчение такое какое-то принесло и самое главное на творческий какой-то поток в этом состоянии намного легче работает то есть вот этого застрессованности нет и какого-то погружения в повседневщину вот в эту рутину вот еще задача уже такая как вот постоянно находиться допустим а можно примеру вообще постоянно в жизни в таком состоянии ну конечно нельзя сейчас эти объясню интересную вещь дело в том что люди просветленные так называемые да вот они же не могут находиться все время в этом состоянии потому что их потенциал накапливается при столкновении с реальностью время от времени люди выходят на это состояние между сном и бодрствование случайно выходит момент задумчивости когда свободный поток сознания отключен от эмоционального сопровождения но я такой пример проводил девочка на уроке задумалась вот так вот или в окошко смотришь поезде едешь задумался вот когда происходит продолжение решения жизненных вопросов на фоне эмоционального отключения отрешенности такой-то вот когда ты одновременный участник события его свидетель когда ты себя не отождествляешь какими-то кусочками событий например с боли со своей с пальцем со страданием своим а когда вот немножко разобщен вот тогда это и более целостен это если момент здесь и сейчас потому что когда говорят там читают книжки здесь и сейчас они неправильно иногда понимают они думают что надо не думать о будущем не надо думать о прошлом надо опереться именно здесь и сейчас это же не живая жизнь а живая жизнь именно когда ты целостен то есть когда задумался вот поэтому почемучки почемучки они становятся великими когда они они же и задумчивые вот когда это происходит просто это происходит случайно а когда мы учим человека находить это состояние с помощью после упражнения когда вот как ты говоришь после этого тебя так было то это уже получается развитие осознанности то есть то что есть и так мог раньше получать но случайно в жизни миллион раз получаешь но здесь ты начинаешь это получать задумчивость по своему желанию то есть осознанность это как раз таки то что было спонтанно ты подчинил своей воле и нирвана это тогда когда вот будто же ведь когда это сказала больше двух тысяч лет назад до до сих пор учат людей нирванову попадать потому что методы медитации когда учат него немножко неправильные потому что надо лучшие примеры приводить что вы всегда бываете в этой нирване вы просто не понимаете что это и была нирвана потому что они ждут всегда вот занимаются вот тренингом медитации что-то они ждут чего-то необычного а когда ты ждешь чего-то необычного ты же мобилизую все те же расслабиться не можешь потому что ожидание необычного поэтому если да уловил человек хочу сегодня вот у меня тоже значит такая тема получилась то есть я сегодня значит пошел на работу на работе у меня два дня стресс два дня стресс вот жесткая напряжуха и мало того что я там то есть вот там первого карлоса примеру кастанеды написано что один из одно из высших там испытаний не испытаний в жизни когда ты встречаешь человека такого как ты вот и на работе значит встретился мне такой парень типа как я вот тоже такой какой такой вот упорный такой упертый вот и соответственно он помладше меня и вот мы с ним как бы схлестнулись вот соответственно я это все так сказать обдумываю переживаю как к этому относиться вот а параллельно я сейчас читаю я уже в прошлый раз говорил сейчас начал осваивать дау дау сизм и вот значит в переводе виногрозского сейчас читаю лао цзы только начал читать и вот стресс стресс на работе значит нагрузка нагрузка я такой весь напряженный и тут вот транспорте раз открываю эту книгу и там глава такая открылась что значит на земле вот есть земля и небо и они существуют вечно ну то есть вечно да вот а существуют они так вечно по той причине что они для себя ничего не порождают и поэтому их состояние так долго длится то есть они как бы для других дают жизнь да для всех а для себя ничего не делают как таковые в принципе и получается что они очень долго живу и также там значит указан такой момент что тело человека оно должно быть подобно долине которую сверху не спадает дух то есть дух это нечто такое что значит падает сверху вниз и заселяет какие-то вот эти долины телесные ну то есть то это же все аллегория да что там написано еще там написано про воду что вода она тоже всегда течет вниз и занимает именно те места которые человеку не очень нужны и вот я в связи с этим соответственно у меня началось начался процесс размышления то есть вот когда вот после такого стресса ты упираешься во что-то другое например в литературу гораздо глубже начинаешь вот это все почему-то то есть это опять же ваша тема да что энергия стресса направлена на что-то соответственно энергия стресса у меня направилась на вот эту философскую книгу я пришел домой еще какое-то время значит вот под влиянием этого стресса находился и дальше через некоторое время у меня пошел поток сознания по поводу вот этой небольшой страничке которую я прочитал и вот до меня начало допирать вот этого состояния значит воды вот а там ребенок у меня дочка смотрит фильм про воду и там говорится вода всегда падает вниз и я думаю нормально и там такой прям акцент на этом вода всегда падает вниз я такой нормально прям в тему вот этих мыслей давить нас начинает окружать какие-то вещи которые у нас подсознание есть они начинают наружу пробираться то есть мы видим как бы снаружи себя и вот это значит моя мысль она снаружи реализовалась в этом в этой фразе и я начал рассуждать фразу мысль такую значит вот земля и небо вот в этой книге существует вечность да и я подумал что такое вечность значит и слово век она же означает не столетие а вообще продолжительность жизни чего-либо когда мы говорим век то это подразумевается в принципе под продолжительной жизни человека а вечность это значит веки веков то есть это значит 10 тысяч лет минимум то есть один век веков это 10 тысяч лет вот а если веки веков это получается там ну 50 100 тысяч лет я сопоставил значит так как веки это человеческой жизни да получается то у нас то где-то вот эти 50 100 тысяч лет там 200 тысяч лет это по сути дела вечность для человека это период существования человечества по большому счету получается ты знаешь что у меня один очень такой интересный психотерапевт написал как-то откуда взял слово чело век чело направленное век человек то есть человек думающий, думающий, думающий хомо саппинс чело направленное век неограниченное в этот момент своими комплексами стереотипами мышления страх а свободный поток сознания вот поэтому я где-то написал такой афоризм что поэт это человек общающийся с вечностью ну то есть вот я говорю что вот эта тема вечности опять же тогда будем с вами разговаривать вот в моих понятиях существует понятие темы темы и вот открылась сейчас мне тема вот этой вечности как я вам сказал то есть мы ее раскрыли сейчас да я ее выразил то есть мы уже понимаем что человек это не просто люди да которые вот люди да их много людей а человек это как раз тот кто имеет некий контакт с вот этим значит вот вечностью да то есть для всего человечества да во времени какой то период то есть бытия или что то еще вот а второе почему то понятие у меня знаете какое появилось гравитации и вот я хотел как раз о понятии гравитации поговорить я говорю жене вот вчера был в торговом центре а там фото выставка космос и значит на темном фоне вот какой то космический корабль я смотрю на этот темный фон на фотографии я понимаю что по сути дела он практически ведь пустота некая форма пустого пространства да в котором не как на земле все подвержено тяготению именно к земле в большей степени потому что у нас же есть превалирующее тело здесь это земля и есть еще луна луна вот которой тоже есть приливы и отливы определенные да и наша психика испытывает различные состояния когда вот эта земля луна влияет на нас да а к земле то уж мы настолько привыкли что вообще даже не думаем об этой гравитации но кроме этого ведь есть еще и космическая гравитация какая то то есть в космосе уже нету вот этого тупо давления когда ты стоишь на чем то одном как на земле а в космосе притягивает что что более тяжелое да что более тяжелое плотное там какое то весомое большое то есть притягивает уже по размеру по массе тела то есть в свободном пространстве притяжения и появляется вот это понятие орбиты орбитальности то есть значит вокруг солнца земля вращается под действием гравитации ведь солнечной да по сути ну так наверное наверное я не астроном но я думаю но я насколько могу предполагать что не зря она не отлепляется от солнца земля и не улетает куда то за счет массы конечно да и вот мне мысль такая пришла а ведь наверняка на земле тоже вот такие космические законы действуют на каких то других областях то есть вот если взять вот понятие веса допустим вот этой гравитации то допустим вот есть ведь люди с определенной харизмой обладающие некой своей как бы такой человеческой гравитации обаянием обаянием или как мы это называем но вокруг этих людей появляются как бы такие орбитальные спутники тела правильно это свет это свет конечно вот это свет и соответственно следующее движение мысли у меня было а вот есть понятие духа и души вот какому закону подчиняется душа к чему она гравитацию испытывает к чему она притягивается вообще в принципе вот когда о вечности человек задумывается когда он находится свободным от страхов комплексов стереотипов подражания авторитетам на чем построена ТРИС это как раз таки проще авторитеты проще все эти кстати от шулера о воде говорил что это идеальное изобретение природы вода они обучают этому теоретически а мы с помощью метода ключ обучаем практические первые ученики от шулера они были и моими учениками когда они сделали вот эти упражнения они вышли на это состояние невесомости они говорят слушай от шулера же об этом говорил все время именно в этом состоянии когда ты свободен можно создавать изобретение потому что ты там не ограничен ничем потому что там именно твое чего как мы говорим в начале вечность а там другие совершенно закономерности там нет зацикливаемости на чем то ну то есть там как раз свобода времени и пространство вот это интересный момент это очень интересная философия очень интересная да и я почему позвонил то есть вот не только поделиться вот этим состоянием но как раз вот вот это вот стрессовая нагрузочка которая вылилась в такое достаточно углубленное чтение текста да которое отозвалось ведь не просто на каком-то сознании да оно ушло куда-то туда в подсознание и пришло сейчас в виде тем как я вообще в принципе эти темы рассматриваю да есть ведь мышление линейное с точки А в точку Б то есть мы что-то думаем мы сделали какой-то вывод что-то сделали тема она проявляет себя по-другому подсознательно это некое объемное тело вот появляется значит вылазит из подсознания такое объемное тело некое вот какой-то кругляш или блиноподобное то есть его можно визуализировать определенным образом да и оно должно раскрыться оно должно раствориться то есть когда вот это растворение происходит вы получаете какой-то объем космического знания настоящего знания объемного знания не двумерного да условно говоря то есть вот истину проникаешь в истину смысл да то есть не набор стереотипов о какой-то вещи а объемное как бы видение этой вещи то есть как бы знание ведание да и вот я бы хотел поднять вообще тему вот такого как бы освоения в принципе мирового так сказать пространства в плане знания это именно раскрытие неких тем потому что я искренне верю в то что именно таким способом постижение происходит оно так и происходит это называется инсайты и так далее вот эти инсайты когда человек чем-то бьется почемучка он все время думает над каким-то вопросом который его волнует если он генетически имеет какие-то способности ну например я вот думаю все время как устроен человек как устроена вселенная как мозг об этом думаю чем бы я ни занимался это доминанта заданная генетика это супер моя доминанта как бы сверх задачи и вот в кино смотрю там или как мы говорил друг художник Юра Августович шнурки завязываешь или там посуду моешь или части наливаешь ты невольно когда отключаешься эмоционально от каких-то проблем которые тебе все время идут и вот это доминанта все время прокручивается уже на фоне другого состояния некой отрешенности задумчивости и там вдруг какая-то идея появляется иногда это появляется когда человек душ принимает потому что все время о чем-то думает что его беспокоит даже вплоть до того как завтра экзамены сдавать или как наустроиться на работу или где деньги достать чтобы за квартиру заплатить ну мало ли о чем он думает а есть еще сверх задача о чем он думает ну разные доминанты по уровню да и вот он принимает душ теплый душ потом горячий душ у него же есть особенно вегетативно-сосудистая дистония у него же спазм сосудов или наоборот сосуды расширяются то есть он принимая душ или умываясь или бреясь у него меняется состояние и он доминированный своими вопросами все время о них думая на фоне меняющегося состояния связанного с душем с бритьем или с тем что он сидит кушает повторяемые движения делает или жвачку жует или молитву повторяет что он когда повторяемые движения делает у него снижается напряжение вместе с этим он обращается к Господу что-то у него просит и получается образ будущего да существует соединение вот этих вещей то есть когда ты думаешь о чем-то непрерывно как Менделеев о своей таблице Менделеева искал ответ на вопрос а потом между сном и водоствованием у него вот это вот постоянное напряжение снялось и появился ответ атомный вес ну вот о чем и под душем так бывает ты обрати внимание ты стоишь под душем у тебя состояние меняется значит меняется точка зрения на этот вопрос когда меняется твое состояние меняется точка зрения на обработку того же вопроса и ты его с разных точек зрения обрабатываешь а потом ты сел после душа сел халат надел там телевизор включил у тебя появилась идея кстати еще хочу сказать сразу вот опять что я подмечаю что я хочу сказать в нашем разговоре да что очень важно вообще это логика и цепь вот есть определенная цепь да логическая вот что к чему мы пришли вот вы сказали значит под другой точкой зрения а ведь это не просто так точка зрения это действительно вы смотрите глазами глазами то есть это реально завязано на зрение то есть это внутренне это реально завязано на зрение это завязано потому что мы все мыслим образами мы все мыслим образами но тут зависит от модельности устройства человека например скрябин у него эти вот механизмы мозговые синаптические системы были очень сильно связаны области звука и область света называется и он мыслил не только звуками он когда слышал звуки он видел цвет и он создал цветомузыку из-за того какая способность то есть это Скрябин придумал да Скрябин придумал да Скрябин придумал а первый электромузыкальный инструмент термен на котором мы говорили да 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 это классная тема вот что я хочу сказать еще связано с другим некоторые люди у них синапсия не цветомузыкальный например а звукотактильный он телом чувствует звуки слышит а у него телом ощущает генестет Евгений Куляев вот я у него там позанимался на занятиях вот такой значит есть один человек интересный он учит взрослых детей там ну лучше информацию так сказать воспринимать это активирует как-то мышление вот и он тоже вот понятия вот эти как значит нам рассказал кинестетах значит визуалах аудиалах и ну да на этом млп построена чтобы подобраться к человеку и начать управлять его состоянием надо как раз таки вот учитывать его какой он визуал и на этом языке с ним разговаривать например если он визуал надо больше слов употреблять связанных со зрительными образом ну например смотри вот я могу тебе сказать несколько слов и визуал будет читать их более ярко если там будет например написано и на черном столе лежала белая таблетка круглая граненая с разных сторон он ее взял и она была горькая видишь органов чувств я задействовал этой фразой задействовала и веса же и круглая была и горькая была вот чем больше ты задействуешь анализаторных систем на фразе которые ты создаешь для человека тем больше он тебя внимательно слушает я понял ну то есть у меня то сейчас задача то какая то есть в данном общении это не заострить на психотехниках вот общение конкретно говоря а вот в данном случае допустим смотрите как строится разговор вот вы ввели понятие доминанты доминанты опять же понятие по большому счету это либо понятие влияния либо понятие какого то центра масс то есть опять же понятие по какой то степени гравитационное я к чему это все говорю значит у вас есть понятие такое космос внутри нас да да по большому счету вот этот доминант это что внутри нас это это же структурно как бы то понять это наше образное не взялись то с каких то значит космических тем да то есть вот от чего вообще на на чем базируется наша какая то логика вот мы сейчас к чему пришли что у нас сознание есть образы да какие то мы эти образы сравниваем с внешними образами так вот и есть как вы говорите домината генетическая то есть домината генетическая она вообще способом накопления появляется то есть путем это ты родился такой что ты вот уже с младенчества имеешь мироощущения окрас определенные да это я понимаю а вот постепенно постепенно с накоплением опыта эксперимента жизни набиванием шишек и так далее превращается в мировоззрение то есть я хочу сказать что уже изначально ты такой какой ты сегодня есть только ты сегодня более осознательный что я хочу сказать ведь это же какая то форма намерения определенная да чтобы в какой то момент жизни мы так сказать представляли из себя вот такую инстанцию пусть в шишках пусть там в каких то огранке какой то жизненной но ведь тот или иной момент какая то внутренняя глубинная суть нас к этому приводит и чем лучше мы так сказать эту суть осознаем тем движемся мы более так сказать каком-то корневом направлении для нас верно правильно а это есть состояние задумчивости которое Будда назвал нирваной только у Будды это нирвана потому что человек сам это вызывает по своему желанию а у нас у всех людей случается спонтанно когда мы задумались отрешились думаем о чем свободный поток мысли и так далее несопровождаемые эмоции две половины мозга как бы разблокировались а Будда это мог вызывать сам и он учил других и тысячу лет этому учат с помощью медитации а мы учим этому с помощью ключа потому что ключ гораздо быстрее эффективнее эффективнее круч падал извиняло тарелочку которую он там поставил и он просыпался он ловил это состояние между основным и божественным и там как раз у него происходила вот это вот это вот отрешенность от стереотипов страхов и так далее и он там свои картины воображал и поэтому он так не стереотипно рисовал как раз на свободу вырывался потому что созидать можно только в свободе и любить можно только в свободе и творить можно только в свободе мы все свобода свобода состояние свободы от как раз таки стресса в данном случае и когда ты научаешься получать у себя то же самое состояние которое у тебя бывает в бестрессовом в момент или в творчестве когда ты созидаешь Ты научаешься быть осознанным. То есть, что раньше было случайно, ты теперь можешь делать по своей воле. Осознанным это в том плане, что ведь это же не подразумевается, что больше сознания в процентном соотношении, что у тебя именно самого сознания больше задействует. А ты лучше понимаешь, потому что ты проникаешь в истину. Ты лучше понимаешь, потому что ты уже начинаешь понимать причинно-следственные связи. Потому что ты смотришь сверху. Потому что тебя не давит стресс, не давит твои эмоции, эгоизма нет. Эго, эго, эго. Это когда мы освобождаемся от влияния страхов, комплексов и стереотипов и смотрим на вещи свободно. Но это и есть состояние творческое, созидательное, свободное состояние сознания. В направлении темы. В направлении темы, да? Да, конечно. Поэтому я и сказал, когда ты почемучка, то есть озабочен вопросами, ищешь ответы, и одновременно еще имеешь свойство быть иногда задумчивым. А этому мы, собственно, и учим. А я вот, во-первых, у меня два вопроса, да, опять. Ну, первое, это, наверное, вот эта вот школа, значит, Home of Future. Futurus. Ну, да. Да. Вот это мне интересно. Это мне интересно. Я бы вот поговорил на эту тему, как мне туда, вашу школу бы... Да. Очень просто ВКонтакте и в Фейсбуке на моей странице. На моей странице есть вход туда, в школу. Просто там еще на моей странице под моим фото, в Атарке, в самом конце есть входы в эти. Там написано Homo Futurus по-латыне. Так. Нажимаешь туда и попадаешь туда. У нас бесплатный вход, пожалуйста. А можешь просто в Фейсбуке написать «Школа Хасаевиева, человек будущего». Или ВКонтакте написать «Школа Хасаевиева, Homo Futurus». Там бесплатно. У нас платный, знаешь, что один раз в месяц у нас производится онлайн-курс. Угу. Уникальный в том смысле, что мы связаны со Скайпом, приглашаем туда двоечников, которые что-то не понимают, как в любой школе ежедневно. Мы именно те, кто вопросы задает, выходят, а у меня тот прием не получается, а этот прием не получается. Именно мы его в этот момент выслушиваем, обучаем, даем советы и вся школа смотрит в этот момент и тоже быстрее обучается. У нас вот такие вот интересные вещи там происходят. Вот. Опять же, вернемся, вот Карл Сакустанедия, у него описано, что сталкеры это такой вид людей, которые выслеживают как бы самих себя. То есть, я не буду сейчас погружаться в само понятие сталкинга, обоззнанием занимаются, наверное, в понятие сталкинга. Но суть в том, что именно сталкеры, они в реальной жизни как бы постигают всю вот эту вещь, осознание получают. Абсолютно объемные блоки. Но это сейчас я как бы квинтэссенцию такую даю информацию корневую моей концепции восприятия. Вот. И оно, значит, вот эти объемные блоки, когда вы открываете, то вот это осознание это ваш набор, да? То есть, со временем, когда вы раскрываете много таких вещей, у вас это осознание становится больше. Кто-то мне звонит на скайп, сейчас, буквально секунду, я возьму. Хорошо. Давай, осознание. Да. сам на скайп звонит, я думаю, может кому-то помощь нужна, я поэтому тут посмотрю. Ну, тогда мы прервемся, когда надо. Ну, говори, говори. Сейчас еще. Я говорю, что оно же имеет свойство расти, да? Вот. И оно, то есть, оно как бы фиксируется количество вот этого осознания. В принципе, это измеримая вещь, если смотреть на человеческое существо, как на некое яйцо по Кастанеде, некий кокон такой вот, определенное, ну, то есть, вот это говорит аура что-то, а это, значит, определенная структура, да, такая какая-то. Ну, я вообще концепцию объясняю, в данном случае Карлоса Кастанеды по поводу сознания уже. Сейчас, вы отключились, у меня поток понимания? Я не могу, когда вот этого потока нет, у меня вот эта механика перестает работать. Вот это очень важно, то, что ты сказал. Я написал, чтобы через полусты перезвонили. Это очень важно, вот когда поток перебивается, вот поэтому человек в течение мыслей жестикуляции своей, поэтому он жестикулирует, или когда его слушают, он, почему этот поток говорит? Я работаю в этом плане только, когда есть другая сторона. Когда сторона работает, то у меня сразу все ролики, вот эти шестеренки начинают крутиться. Потому что у тебя появляется адрес, в какую сторону крутиться, понимаешь? Потому что когда ты приходишь делать доклад, например, и не знаешь этих людей, ты себе накручиваешь, накручиваешь, у тебя нет обратной связи. А тут появляется обратная связь, ты находишь там среди зрителей внимающего человека. Я механизм объясню проще. То есть, когда мы ведем непрерывный диалог, то мы заходим в глубины как таковые. И я не слежу за тем, откуда я иду, а все время нахожусь в реальном моменте своего размышления. То есть, я как бы отслеживаю маленький отрезок куска своей мысли, чтобы не загружать слишком вот эту память оперативную. поэтому я могу зайти очень далеко в эти направления вот этого познания до той степени, пока тема не закроется. Ну да, еще можно объяснить, еще проще можно сказать, когда есть обратная связь, ты всегда видишь, куда идти надо. Горячо, холодно, у тебя есть поддержка. Ну, как бы это какая-то полюсная вещь, по сути дела. Тут много внутренних обратных связей. Электричество работает какое-то. Я насчет невесомости вспомнил, чтобы не забыть, ты же говоришь, из поля не надо выходить. Да, да, да. Мне рассказывал космонавт Вовк, который Буран, ну, там, можно посмотреть, вступить, чем он занимался, космонавт, командир Буранов, этих самых космонавтов, в общем, он говорил мне, что он однажды оказался в состоянии невесомости. Вот он летел в космосе, в космосе, и вдруг оказался в невесомости, и в этот момент он оказался вверх ногами. Ага. Вверх ногами оказался, и было такое странное состояние, смешение, смятение. Ага. И он, я говорю, что ты сделал, Игорь? Он говорит, а я, говорит, волю собрал свою и перевернул картинку, и все стало на свое место. Картинку перевернул? Ты представляешь себе, как это интересно. То есть, он усилил воли, перевернул картину восприятия, и все стало на место. И он адаптировался к этому новому состоянию. Представляешь, как интересно? А как оно интересно обратно у него встало потом? Это же сурово. Нет, она встала как надо. Просто в невесомости, он тогда летает в невесомости в кабинете. То есть, у него, ну я понял, то есть, он как бы вернул, да, наоборот. Да, да, ты понимаешь, как интересно? Усилил воли у вас дел. Да, да. Оказывается, это возможно, то есть, наша картина восприятия такая, я тебе даже больше скажу, мне кажется, что электромагнитные излучения, идущие от Солнца, или идущие от дерева, они нашим мозгом перекодируются, вот эти электромагнитные излучения, перекодируются в образ этот, который видится как Солнце. Перекодировка вот этих колебаний у нас... Очень четко, очень четко. То есть, это, по сути, вы это рассматриваете как электромагнитную тему, да, или все-таки еще электричество какое-то? Ну, это же электромагнитное... Ну, это же не что... Внутри синопса это электрические импульсы связанные. Касай, Мугомедович, но ведь это же не что иное, как энергетика. Ну, да, так иное есть. Ну, ведь оно же есть. Нет, ну, ты назови все, а может быть, я больше скажу, может, это и все Бог. Если ты это все одним словом называешь, это не значит, что ты решился вопрос? Нет, конечно, нет. энергетика, это же не значит, что ты все объяснил, правильно? Ну, то есть, нет, это ясно, конечно, да, что мы сказали, во-первых, энергетика, во-вторых, ну, то есть, точнее, не то, что что-то, во-первых, а наоборот, то есть, как бы, вы сказали, что все Бог, это первично, а энергетика, это как бы составляющая уже. когда человек себе на все вопросы, которые волнуют, имеет один ответ, это он снял ответственность за понимание вопроса. Ну, я понял, да. Ну, в общем, суть какая, что, значит, мы тут как-то, я тут как-то смотрел, было время, вот, недавно смотрел лекции Лазарева, Лазарева, который диагностика кармы, вот он говорит, значит, там был вопрос такой, а что такое дьяволизм? И вот он говорит, значит. Это такой кошмар, я тоже смотрел, ничего не понял. Да, 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 так вот, он сказал, что, значит, это, когда, ух ты, вот это класс вообще. Хорошо, да, юдом называется. Девушка, у меня девушка была, которой я был в юности, я потом рисовал ее образ, что она в роще за березой задумалась. Рисовал, 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 смотри, сколько здесь, вроде бы ничего, да, а сколько здесь интонаций, это я искал свет, искал свет, искал свет, я же рисовать не мог, видишь, у меня даже глазки какие, носик какой, я же рисовать не мог, я только, как бы, пытался научиться рисовать, это масло, да, вот образ-то, и березу я не смог нарисовать, получилось вот так. Это как-то стихно? Ну, это много лет назад, когда я только начинал рисовать, я вот, значит, девушка, и вот за березой, в роще так бы задумалась, и назвала я эту картину, юдоль, женская доля, задумалась, ну, это каждой женщине касается, но в этот момент, как раз таки, я не мог рисовать, но у меня был товарищ, который, он с башметом дружил, с этим, который, и он посмотрел, и говорит, слушай, это гениальный образ такой, то есть там даже не прописанные детали, а создавали вот этот свет, о котором мы говорим, дух идеи, дух идеи, понимаешь? Дух идеи, идея, идея же это что-то информационное, да? Идея это информация? Или какое-то пространство? Мы сейчас на каждом языке, есть свой сленг, рабочий, на каждый язык, есть язык религии, у него виртуальная картина, связанная с Богом, с Адамом, Евой, это виртуальная, виртуальная картина, мировоззрение, религиозная, а есть научная, язык науки, в языке науки свой стиль, свои термины, их свечивать нельзя, например, я тебе покажу картину Ева в саду Эдема. Она такая летящая у меня, такая счастливая, летящая, плод с древа срывает, потому что в религиозной картине мира Ева решила, потому что осушилась отца своего, и взяла этот плод, и совратила вот этим действием действия Адама, и он тоже съел, и дьявол, типа там дьявол, как зло, что она совершила первозданный грех. В самом деле, я с другой точки зрения читаю, что древо познания добра и зла, если бы люди не различали добро и зло, они бы не знали, что есть хорошо и что есть плохо. Поэтому можно всегда быть, сейчас можно понять, что в любой точке неизвестности человек находится перед выбором, быть исполнителем или с открытыми глазами ну в муках будешь рожать детей своих, хоть и лица трудиться, ну с открытыми глазами сбираться на вершины. Это человек разумный, потому что никакого по мне, по моему мнению первозданного греха не было, а была вся такая точка выбора, которая каждую секунду у человека быть исполнителем, не ослушаться и саму разуметь, включая добро и зло, что есть хорошо и что есть плохо. ну древо познания добра и зла, вот я ее так читаю, например, каждый читает по-своему, а тот, кто просто берет и читает, та, она была грешница, первозданный грех, и поэтому мы все, значит, грешники, это прошло так, потому что мы все животные, мы все хотим грешить, теория Дарвина, человек произошел из обезьяны, видишь, какие цепочки умозаключения, а я говорю, например, научным языком, если говорить, научным языком, а что тут Дарвин помешал этому, что человек стал хорошим, потом он стал не обезьян, он стал разумным, и из эгоизма своего, да, у него бывают животные инстинкты, но зато у него уровень развития растет и в конце концов начинает управлять собой, начинает свои инстинкты сдерживать, а превращать эту энергию в энергию созидания, становиться не эгоистом, а альтруистом, этому ему помогает образование, этому ему помогают примеры. Вам вопрос сразу, немножечко это перехвачиваю тему, как раз, чтобы не забыть, значит, вот тема греха, которую вы коснулись, тут метод какой, то есть, ваш принцип, значит, не обвиняй виноватого, не ищи, чтобы потом не было ощущения, что все люди, там, значит, если была некая грешница, и она плохая, то, понятное дело, что все потом идущие, как бы, поколения людей, якобы тоже грешны, да, то есть, как бы, обвиняя первичного какого-то, значит, вешая на него, вот этот, вот так сказать, а-ля преступление, мы сами себя замазываем этим же самым грехом, вот, и вопрос такой, еще один, соответственно, я тебя слушаю внимательно, продолжать, продолжать? давай, давай, не выходи из потомка, а-а, и так я говорю, значит, когда говорят о том, что кто-то согрешил, вот, дескать, типа, вот они согрешили, сделали такой интересный поступок, как грех, да, вот, да еще, да, да, круто, круто, да, 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 супер, супер, да еще, да еще и, да, крутяк, да еще и не просто, интересный поступок, да, типа, грех они там какое-то сделали, типа, открытие какое-то, так еще и, так сказать, сам этот грех нацелен на какое-то познание, да, и не просто познание, а каких-то духовных ценностей, по большому счету, да, от чего идти и куда стремиться, да, то есть от зла к добру, да, там типа, к примеру, вот, и получается, что когда постоянно вот этот вот момент на грехе, значит, они фиксируют, то это ничего не может закрыть, вот это само слово грех, сам факт того, что это было какое-то первое... Потому что, когда говорят, вы все грешники изначально, потом соберешь людей и скажешь, ребята, хотите быть свободными, они скажут, да вы что, с ума сошли, да люди сейчас нашу друг друга убивают. Это прям презумпция виновности, когда все время обращают внимание в Библии на то, что грех совершен, что человек это инстинкты и так далее, не послушался, ослушался и так далее, то это внедряется неосознанно, что ты потенциально, потенциально свободы и недостойна, потому что дай тебе свободу, и ты там начнешь улицу на красный зверь переходить. Ну, в общем, да, 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 да. Это понятное понимание свободы. То есть, по сути дела... А в странах, где больше читают первую часть Библии, где написано... Да, 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 да. ...мог создать человека по своему образу и подобию... Да, 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 да. ...искать к Творцах, там меньше этого преступления, слушай. А когда все время тебе говорят, что ты животное, что ты вот грешник, что твоя мать грешница и так далее, ну, что за ужас такой вообще-то? Ну, это же, по сути дела, только ярлык, один из первых стереотипов. Вот, недаром же, то есть, вот там, допустим, когда Новый Завет уже читаешь, то Иисус говорит, кто не без греха, тот первый пусть и не ткань. Сам сказал, Иисус сказал, да. Да. Да, выдающийся человек, выдающийся пророк. Пророки это кто? Пророки это кто? Знаешь, это самые мощные психологи человеческой природы. Они, изучая человеческие способности, качества и их как раз-таки склонности, они и прогнозировали будущее. А не потому, что они знали, в каком году что-то случится. Нет, это количественные подходы. Но эти же прогнозы. Знаю свойства человека, он и говорил, в своем глазу бревна не увидать, а в чужом глазу там пылинку видно. Это же психологи мощнейшие. Вот, вот, вы сказали. Значит, а есть же, вы говорите, прогнозировали. А есть не только прогноз, есть еще проекция. Проекция, а еще она называется намерение. Значит, эти пророки, о которых вы говорите, они были везде разные. Есть кто-то, говорит, намерение древних. То есть, в принципе, есть определенные установки, да, которые нам в виде вот этого намерения до нас доходят. Вот, соответственно, те, кто не думает, они живут на основе вот этого намерения вообще целиком. Вот. А есть те, кто думает, вот, как вы говорите. Вот эти вот, слово Будда, это значит пробудившийся, да, то есть проснувшийся. Просвеченный, да, конечно. Вот, вот, вот. И в чем здесь проблема? Человек разумный. Это есть хомо-сапис. Человек разумный. Он начало направлен на век, с чего мы начинали. Думающий, мыслящий, мыслитель. Поэтому наша школа называется «Человек будущего». Каким он будет в будущем? Чистичь ли? Какими свойствами, качествами будет обладать? И я могу уже сегодня тебе сказать, что одним из качеств это будет более эффективная способность управлять своим состоянием, расширение возможностей сознания. То есть то, что он делает сегодня инстинктивно, он позитивные моменты, которые у него возникают, он может делать более сознательно по своей воле. И для этого у нас технология. И если у буддистов медитация, у нас ключ – подбирай то, что тебе подходит. Вот тогда ты освобождаешься, чем когда ты ходишь в чужих ботинках, которым должен подчиняться. Вот, вот, вот. Да, и главное, что человек – творец. Да. Слушай, я сейчас должен уже там кое-что сделать, я там написал. Да, да, не будем. Можно сказать, который написал пророк, книги пророка, ой, ливанский поэт, великий поэт такой. 14 раз в Америке издавалась книга пророка, а он сам ливанец. Это же откуда-то, с Востока, да? Не поодиночке, а вместе мы идем к нашему высшему, божественному Я. Мы одновременно и путник, и его дорога. И мы в ответе за тех, кто шел впереди нас. Который был ловок и проворок, 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 проворок… Ну, мы в ответе за тех, кто идет позади нас. Ну, короче говоря, мы все в ответе за всех. И за тех, кто раньше ошибки сделал, и которые после нас ошибки делают. Вот поэтому он начинал с того, что не поодиночке, а вместе мы идем к нашему высшему, божественному Я. Ну, это есть, когда ты думаешь не только о себе, но и о близких, любишь ближнего, независимо от того, какой он веры, физик он или химик, человек, человек. А вообще самый нормальный человек – это который беспокоится не только о себе, но и о всем человечестве. О всем человечестве. Да, ты в Созидателе музыку делаешь, а ее кто-то другой слушает и кайф получает. Ну, это вот кто музыку делает. Я-то по большому счету иногда переключаюсь. То есть у меня такого… Ты же для музыки делаешь электронные свои звуки там. Ты же тоже в общем высокий, но творчество. Ну, по большому счету-то, вообще, в принципе, если уж на то пошло, в жизни есть много всяких занятий, в которых мы по степени своего опыта реализуем свою потребность в творчестве. И, в принципе, куда оно идет, это уже не наше дело. Как оно будет… Ответственность есть, потому что у Куртова Негота есть книжка «Колыбелька для кошки». Чем занимался тот изобретатель, который создал атомную бомбу, которая в тот день, когда ее бросили на Хиросиму. А я, мне кажется, в этот момент сидел и вязал вот эта «Колыбелька для кошки» вот такая, из ниточек делает вот такую штуку. Это очень серьезный вопрос. Ответственность за свое творчество. Ну, это поэтому мы, знаешь, как изобретение делаешь, ну, стакан человек изобрел. Ну, как говорил Ленин, этим стаканом можно не только пить, но и по голове дать. Все-таки, ну, мне кажется, да, это стереотип такой, где-то я читал. Вот, может, Ленин, неважно. Так вот, вопрос заключается не в Ленине, а дело в том, что это летучие фразы, которые стали стереотипами, как мудрость Лао Цзи, с которого ты начал. Сдао Цзи. Так вот, Лао Цзи занимался тем, что он говорил о Дао, то, о чем я говорю о Дао. Это путь, путь. А был Конфуций, а мой учитель китаец, Фу Гаг, я его звал Ла Фу, уважаемый Фу, он говорил, о Конфуция же ведь многие называли, знаешь, как, Кун Лао Цзи. Кун Лао Цзи, он сказал. Я говорю, а что такое? Собака Цзи. Я говорю, почему? Потому что Лао Цзи говорил о свободном состоянии, о Дао, о Конфуции, проживая дисциплине. Вот же в чем дело. Все зависит от того, с какой точки зрения на что смотреть. Понимаешь, вот сейчас в Китае, значит, цифровая экономика, вплоть до того, что там, ну, мне сказал, кто-то сказал, что там сильно это сейчас развивается, чипирование, типа того, чтобы прослеживать, кто о чем думает, кто говорит. То есть там тоже, да, там тоже с этим жестко все. Ну, да, но типа того, я тоже не знаю, я там давно не был в Китае, один раз только был, когда Олимпийский Игорь, вопрос не в этом, вопрос в том, что я-то знаю, что для китайцев, то, что нам говорят, тоже будет у нас чипирование, понимаешь. Для китайцев это более понятно, потому что у них даже раньше, вот как мне Фуган рассказывал, критика была, вот после работы колхозники там или на заводе, неважно, потом не могли домой сразу уйти. Они должны сесть и полтора-два часа обсуждать кого-то из них, который сказал, когда он поле полу, ты зачем вот это сказал, что ты под этим подразумевал. И они все его критикуют, понимаешь, что там у них такая культура, ну, немножко, но это надо с Китая ведом немножко разобраться. А если мы сейчас наших начнем чипировать, это же не наша культура, не наша ментальность, это может вызывать другие реакции. Нельзя копировать культуру механически, надо со смыслением это делать. Кому-то это нравится, а кому-то это не нравится. Так что это вопрос очистительный. Это точно. Сам процесс этого чипирования даже вызывает уже негативные эмоции, причем очень глубоко негативные. А тут много сторон, надо все смотреть в сторону, потому что тогда никто ни у кого воровать ничего не будет. Не списывать его тексты, тогда будет все прозрачно, тогда будет важен уникальный контент. Ты создал вот идею хорошую, никто у тебя уже не сворует, все будут знать, что это ты. Поэтому я говорю очень много, очень много сложных вопросов, которые с кондачка не решаются. И поэтому для этого нужно, чтобы у нас в стране были как раз таки разумные руководители, а не только чиновники, понимаешь, разумные советы. Чтобы люди могли, вот мы для этого и делаем же вот эту платформу, новый сейчас выйдет наш сайт, Homo Futurus будет домен. Чтобы собирать людей нормальных, чтобы они могли обсуждать глобальные проблемы человека и человечества. И там будут очень интересные люди. Я тебя туда сразу приглашу. И все приглашу. Наша школа там участник. Я же не зря спросил. Супер. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вам тоже спасибо. Я там кому-то должен помочь, я сейчас поговорю. Да, все хорошо. Сейчас потом спишемся и встретимся еще раз. Спасибо тебе. Сегодня уже нет, в другой раз обязательно встретимся. В другой раз, в другой раз. До встречи. Все счастливо. До встречи.